Думская ТВ Украина направила в Европейский суд по правам человека новый иск против РФ. В нем список россиян, причастных к незаконному удержанию 71 украинского политзаключенного на территории России и в оккупированном Крыму. По словам министра юстиции Павла Петренко, на сегодняшний день в Европейский суд Минюстом уже поданы 6 межгосударственных заявлений. Против РФ со стороны Украины. Мова идет про массовое и системное переследование украинских граждан, которые попадают на территорию РФ. Тех граждан, которые выкрадены российскими спецслужбами из территории других стран. И такие у нас факты. Это и украинский гражданин Гарип, который был выкраден из территории Белоруссии и привезен незаконно до РФ. Также Украина будет призывать международных партнеров ввести санкции против руководства России за причастность к задержаниям, похищениям и пыткам украинских граждан в России. По аналогии со списком Магнитского. В центре города рухнула часть старинного балкона. Инцидент произошел утром на улице Садовой 5. По словам очевидцев, в результате обрушения никто не пострадал. Как сообщила жительница дома Раиса, данный балкон уже около пяти лет находился в аварийном состоянии. А с фасада систематически обваливаются части лепнины. Вы же знаете, что такое упадет камень. Это еще маленькие, падают и побольше. Вот такие глыбы. И это все. Этот, этот, эркет. И весь он гнилой. И он весь шатается. Делают во дворе. А тут как будто бы это не надо. Наоборот, нужно было отсюда делать и смотреть, где люди живут, чтобы люди не обвалились куда-то вниз. В КП ЖК «Спортофранковский» комментировать ситуацию на камеру отказались. Но заверили, что на данный момент во внутренней части двора проводится капитальный ремонт. А вскоре коммунальщики собираются приступить и к работам на фасадной части здания. Мэрия против обл. администрации. Городское КП отказывается платить штраф за сбитую лепнину дома Либмана. Вопрос решается в суде. Речь о сумме в 340 тысяч гривен, которые ОГА хочет взыскать с ЖКС «Спортофранковский». По мнению коммунальщиков, решение обл. администрации принято со значительными нарушениями законодательства. Напомню, 2 апреля работники ЖКСа варварски уничтожили уникальный декор. Сделано это было после того, как часть лепнины упала на голову случайному прохожему. После инцидента мужчина попал в реанимацию. Постановка, которой накладены такие финансовые санкции, что то, что выкладано в акте, в самих постановках, не соответствует действительности. Воно выкладано с очень грубыми порушениями чинного законодательства. Мы зацікавлены в том, чтобы наш авторитет, как предприятие, был отновлен. Городские службы до последнего отрицали свою причастность к произошедшему, обвиняя в вандализме частное жилуправление Ренессанс ЛТД-92. И даже выписали тому штраф. Открещивается КП и отведет доказательств. Мол, коммунальщиков на месте в момент инцидента не было. Хотя работы проводили с помощью вышки Горзелин-Треста. А журналистам удалось снять, а после идентифицировать сотрудника другого КП, ЖКС Портофранковский Анатолия Неруша. Я не хочу, чтобы меня снимали. Я имею иногда право. Подвески с Конституцией нашей страны. Уберите камеру. Я говорю, камеру уберите, чтобы я не разбил камеру. Зоозащитники и чиновники против циркачей. Инспекторы Государственной экологической инспекции пытались выяснить, выступают ли на арене краснокнижные бурые медведи. И в каких условиях содержат хищников. Однако на порог не пустили ни проверяющих, ни СМИ. После нескольких часов ожидания показали лишь ворота, за которыми якобы находятся медведи. Причина проверки использования в представлениях диких зверей, что запрещено законом. Я не журналист. Подождите, почему вы журналистов не пускаете? Инспектор, пожалуйста. Вот полиция, нас тут не пускают. Полиция. Так, ребята, сейчас я разберусь. В смысле разберемся? Что вы делаете? Полиция, посмотрите, пожалуйста. Просто сначала показать. Полиция, вы... Сюда людей пропустите, здесь что, закрытое какое-то помещение. Спасибо. Нету дрессировщиков, уехали. Дрессировщики уехали. Это хищные животные. Я не имею права допустить вас к хищным животным без присутствия дрессировщиков. Они показали ксерокопии документов на четырех бурых медведей, на обезьян и на кошек. Это уже нарушение, так как бурые медведи являются краснокнижными. В помещение мы не попали, так как мотивируют тем, что сегодня выходной день дрессировщика нет. Попасть в здание проверяющим и СМИ удалось только благодаря вмешательству полиции. После отказа показывать животных, инспекторы решили, что внеплановая проверка состоится в среду, когда вернутся из-за границы дрессировщики. Судя по афише, гастроли белорусского цирка продолжаются уже два месяца. Если нарушения, о которых говорят зоозащитники, подтвердятся, владельцев оштрафуют, а животных конфискуют. Всем известно, что в государственном одесском цирке своих животных нет. Значит, их привозят. Согласно последним поправкам к закону Украины о защите животных от жестокого обращения, использование передвижных зверинцев у нас в стране, передвижных зверинцев, цирков, у нас в стране запрещено. С отдыха в реанимацию. Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в частном доме, где в начале августа пострадали две туристки из Днепра. Дело квалифицировали как несоблюдение правил пожарной безопасности. К ответственности могут привлечь владельцев частного дома, которые сдавали жилье. К такому решению пришли правоохранители. Если же вину хозяев дома докажут, им может грозить штраф или лишение свободы до 8 лет. Наказание будет зависеть от тяжести последствий решения суда. Напомню, 6 августа в частном доме, где отдыхала молодая девушка со своей родственницей, произошел взрыв. 22-летняя Анастасия получила ожоги 80% тела. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Она уже перенесла три операции. Но давать прогнозы медики не решаются. Работы ведущих художников Нидерландов 17 века. В Музее западного и восточного искусства представили лучшие работы Золотого века Голландии. В составе экспозиции представлены более 60 произведений. Это восстановленные работы, которые долгое время находились в запасниках музея. Реставрацию проводили эксперты национального центра, а также сотрудники музея. Торжественное открытие посетил чрезвычайный полномочный посол Нидерландов в Украине Эдуард Хукс. Как вы знаете, 17 век мы называем Золотым веком голландской живописи. Я очень надеюсь, что не только те, кто сегодня сюда пришел, но и многие другие одесситы посетят эту замечательную выставку и насладятся шедеврами художников Голландии Золотого века. Культура Одессы и Голландии исторически неразрывно связана, потому что у нас есть достаточное количество тех людей, которые причастны к строительству нашего города. Вот по этой причине мы хотели провести это мероприятие в музее и пригласили посла Голландии. Всемирный день левши. В парке Шевченко активисты предложили всем желающим раскрашивать картинки и рисовать на асфальте именно левой рукой. По словам организаторов, современный мир создан для людей, которые все делают правой рукой. Но тем не менее уже нет строгого переучивания в школах, как это было раньше. Посадили меня один раз, спрашивали, что очень часто ссорились. Кому кто мой пил на контроле? Не подливай мне. Нормально. Наоборот, пишешь левую, напиши левую, учись там. Будешь там попробовать правой писать. Какие-то вещи социальные все равно рассчитаны на правшей. И мы, получается, оказываемся немножко за бортом. Но с другой стороны, к левшам сейчас тоже относятся с пониманием, с уважением. И все больше обращают внимание на то, что есть небольшие разные потребности. И это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ. Им будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok